Всем хааай! Здравствуйте, дорогие друзья! В общем, настало время легендарной супер-мега-рубрики, которого все супер-мега-стильно всегда ждали, ну, по крайней мере, последние два года мне только о ней писали, а я её не снимала. Разбор моего туалетного столика выкидывал сто пятьсот миллионов тысяч косметических средств. На самом деле, конечно же, я опять всё усрала. Но всё, к самом деле, не так однозначно и гораздо сложнее. Я не то, чтобы всё усрала. Я, несмотря на то, что пыталась поддерживать, в общем-то, какой-то относительный порядок своего рабочего пространства, в конечном итоге, ну, захламила себя. И тут очень много просроченной косметики, которой мне было жаль выбросить. Потому что, ну, знаете, выкинуть первую косметику от BT21 BTS у меня просто до сих пор не поворачиваются ни руки, ни ноги. Хотя, когда недавно я её пыталась открыть, чтобы сделать сравнение с косметикой BT21 от SOSI, если вы вдруг не видели это видео, то, ну, вот. Я поняла, что у меня уже просто провоняли некоторые продукты, и в целом, ну, наверное, от них есть смысл избавиться, потому что я не очень хочу владеть какую-то заразу у себя вот там вот, ну, короче, отстой. А ещё у меня сейчас на хате, ну, вот на этой хате, не которая вторая, а которая вот эта вот, идёт массовый ремонт, и я так и хочу сделать свою комнату. Именно своей комнатой, а не то, что вот здесь происходило, съёмочным архипространством. Я сейчас снимала видео для корейского бренда Vanilla. Кстати, это офигенный бренд. Если что, это не реклама, я вам просто рассказываю. Они, короче, классные. Ну, и для того, чтобы создать, знаете, такой уютный вайб, я здесь ещё убралась. Но по факту, если посмотреть на пол, то всё становится достаточно очевидным. Что здесь у нас имеется? Вот мой косметический столик. Всё цивильно, всё потрясающе, всё мега классно, несмотря на то, что там есть некоторая тухлятина. Ну, и там стоит мой парик. Я мечтаю обратно о коротких волосах, они меня задолбали, потому что мои длинные меня бесят. А ещё, возможно, некоторые из знаки моего канала помнят вот эту вот штуку. Но, в общем, это не она, это новая. Кстати, именно благодаря вот этой штуке мы сейчас с вами смотрим это видео. Но вы его смотрите, а я его снимаю. Рассказываю, чем эта штука мне была важна. У меня был мой самый первый косметический столик. Вот этот. Это просто штука из Икеи, которая стоит 2000 рублей. Максимально дешёвая. Да, Икея уже ушла, но это не значит, что вещи невозможно купить. Кстати, купила тоже за две или за три тысячи. А в какой-то момент подумала, решила, что я же теперь уважающий себя в вице-блогер. Но всё-таки, как бы, меня уже, понимаете, презентуют на телевидении топа один. Я подумала, решила, ну, раз я уже человек серьёзный, мне нужен серьёзный косметический стол, который вы наблюдаете сзади. Но у этого серьёзного косметического стола есть одно очень серьёзное... Хочу сказать преимущество, но нет, это не преимущество, это недостаток. За ним, блин, краситься неудобно. Я реально не умею краситься за косметическим нормальным столом. Потому что я привыкла сидеть своей задницей на полу, краситься, сидя у окна, смотря в маленькое зеркало, а не вот это вот всё. Но так как я человек серьёзный, человек культуры, у меня уже было вот это потрясающее зеркало, я уже почувствовала себя фейси-блогером, а не тем, кто красится на полу перед зеркалом у окна. Но прошло два года или сколько там, ну, два. И я так и не привыкла. И я поняла, что все мои макияжи занимают у меня больше времени, чем они занимали, когда я просто сидела, блин, на полу и красила у зеркала. Вы знаете, как говорится, лучший враг хорошего, реально. Вот в некоторых случаях это действительно так. И что-то прихожу однажды, я домой, и начинаю такая, Давиду, рассказывать. Вот, раньше у меня был косметический столик из Окей, он был мой самый любимый, он был мой самый удобный. И Давид такой, так, ага, в чём проблема? Я такая, да, действительно, в чём проблема? Он такой, давай закажем. И я такая, ага, а как мы его закажем? Если что, это не реклама. Я не знаю, откуда он реально это вытащил, возможно, он мне набрал, может быть, он реально какого-то перекупщика купил. Он такой, ну давай закажем. Мы начинаем искать этот столик, а это вообще не популярная фигня, потому что, ну, ребят, это самая дешёвая, мне кажется, мебельная вещь в Икеа, которая только там была. И значит, каким-то раком мы его находим, каким-то раком Давид находит, где его заказать. И вот я ухожу из дома, ну и, в принципе, такая думаю, ну ладно, закажут, хорошо, не закажут, плохо. Прихожу домой вечером. И тут я смотрю на него, а он на меня, только он ещё был тогда в коробке. И я такая, блин, Давид, ты нашёл мой косметический столик? Он такой, конечно, я нашёл косметический столик. И я такая, вау, класс. Но я пошла устала, мне было лень, поэтому мы просто сидели и играли в плой. Кстати, да, у меня появилась плойка, и поэтому куча времени теперь тратится на прохождение всякой сарамотой. И я радуюсь, что у меня теперь есть этот столик. И говорю, ну всё, завтра мы его соберём. На завтра у меня опять тяжёлый съёмочный день, потому что я с человеком занятой, занимаюсь своим открытием бренда, и реально это конкретное дрочиво. Я вам обо всём расскажу, но я, знаете, нахожусь на таком этапе, когда я очень хочу этим заниматься, и мне это очень нравится, но я задолбалась просто вот так вот. Меня дома практически не бывает, потому что я всё время нахожусь или в швейном цеху, или я просто пытаюсь с кем-то о чём-то договориться, донести то, что мне нужно, со мной начинают спорить, потому что люди профессионалы, а я же знаю лучше, а я же знаю, как надо. Почему? Потому что я так хочу, это мой бренд, и я хочу, чтобы он был именно такой и никакой другой. Короче, пока ты вот этим вот всем занимаешься, пока ты всем людям докажешь, что тебе нужно так и никак иначе, а люди, которые работают, я не знаю, в швейном цеху, которые миллион лет уже просто занимаются по шоям, и тут приходят вот это вот, и говорят, а мне надо вот так, а не вот так, и они, конечно, начинают с тобой спорить или делать равно по-своему, а я такая, нет, это говно мне не нравится, возьми, переделай. И чё-то, знаете, казалось бы, вот этот у меня день насыщенный, а я всё про стол думаю, за 2000 рублей туалетный, и такая думаю, блин, хочу вот собрать столик, хочу, 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 но потом, чё-то в конец дня, я прям вызываю такси, и яду в силу уже на свой автомобиль, у меня нет, я ещё только на такси катаюсь, и я такая, приезжаю домой, и просто, Давид, мне кажется, мне плохо, я вообще всё, я типа не вывожу, у меня нет физических сил, силы покидают меня всем пока. И дальше начинаю ему говорить, что вот я целый день мечтала собрать туалетный столик, и Давид такой смотрит на меня просто, и такой, ага, я тебя понял, и дальше просто берёт меня за руку и тащит в эту комнату, и он стоит, и тут он уже смотрит на меня в собранном состоянии, а я на него. Как вы поняли, мы всё ещё не развелись, и в этот раз не я сама собрала туалетный столик. В общем, это вся история, которую я хотела вам рассказать, и теперь давайте уже приступим, потому что все, мне кажется, уже задолбались от этой болтовни. Хотя поболтать нам есть о чём. Ну, если ты ещё не задолбался от болтовни, поставь лайк. Так, ну что, приступаем к тому, что всё это снимаем? Оф, это будет, конечно, непросто. Ну ладно. Боже, ну и грязь. Так выглядит то, что я только что сняла оттуда. А это, блин, только начало, это даже не 20% от всего, что у меня есть. Иногда в жизни можно даже попробовать убрать свой косметический столик. Не знаю, сколько лет я его не протирала, но тут вообще не то, чтобы стерильно было. Если честно, то я думаю, что глобальную уборку следует начинать с этого. С разбора давайте начнём, наверное, кистей. Потому что кистей много. Очень много из них вообще не нужны. И здесь остаётся понять, что из этого норм, а что из этого уже рассрочка. Мне ещё страшно, что вот там лежит. Ладно, это высовывать вот таким вот пафосным образом не будем. Просто разберём кисти. Да. Просто посмотрите на эту кучу кистей. Вот зачем человек в столько кистей? Я не знаю. Но сейчас разберёмся. Ну и, пользуясь случаем, вот эти вот штуки тоже было бы неплохо помыть. Потому что они клёвые. Блин, вы не видите, но у меня здесь мусорка. Я хочу, чтобы вы увидели. Туда кидаю ненужные кисти. А вот в эту кучку, которая здесь, кладу то, что мне надо. Вот, теперь всё это моем. Приступаем к мусорке кистей. Заранее себе всё подготовила. Это останки моих кистей после того, как я сделала кистевый детокс. Окей, погнали. Что я делаю с кистями? Беру вот такую вот штучку. Мне знакомая подарила миллион лет назад. И беру специальное мыло. Мыло у меня вот такое. Я не знаю, оно хорошее или плохое, но это единственное моё мыло для кистей. Поэтому мне нечем сравнить. Берём кисть. Включаем водичку. Запихиваем кисть в мыло. И делаем вот так. И магическим образом кисть становится чистой. Опа. Ну, в общем, серьёзно, вы хотите смотреть, как я буду в 50 минут мыть кисти? Я думаю, что я просто поставлю на таймлапс. Не помешало бы, конечно, помыть ещё стекло. Чайл, я смотрю, тебе интересно пипец, как кисти мы он сюда. Интересно? Чайл, это Эвилл второй. Я, блин, не верю, что я помыла все эти кисти. Я, наверное, тут полтора часа проторчала. Кот уже и поспал, и проснулся, и поиграла. Потом снова поспал, и утащил мою футболку туда, к себе влежит. Отъясните, пожалуйста, зачем вы так поступаете? У вас же вообще нет идей. Ну, это кица вообще беспафосно. Делает вид, что он меня не замечает. Это какая-то новая степень преисполнения. Эвилл второй. Можете дать какой-то комментарий? Хотя бы пояснить за пушистость сможете? Не, ну это максимум, что он может. Да, у меня там идет ремонт, и этот ремонт идет из моей квартиры, поэтому я не могу выгнать своих собственных строителей, потому что мне нужно, чтобы они сделали ремонт. Вообще, тут будет, конечно, полная перестановка всего пространства. Хочется реально жить, ну, в хорошем местечке. Сейчас тоже хорошее, но хочется лучше. Карандаши под водки. Знаете, однажды в фикс-прайсе я купила вот эту вот штуку. Сейчас у меня в ней лежит не самая нужная вещь, но потом я ее переложу. И все-таки лучше вот этой вот подставки у меня нет ни одной. Серьезно, настолько. Да, фикс-прайс. Опять-таки, очень много всего. Разбираем. Мне кажется, если тут долго копать, то можно раскопать золото. Я живу в Аунте. Запиваю кофейком. Боже, намываю свою штучку за сколько там? По-моему, здесь было написано 57 рублей. Я, конечно, пыталась оттратить наклейку, но не получилось, но она уже так выгорела забавно. В целом, можно было бы купить новую, но, знаете, есть некоторые вещи, которые просто у тебя лежат в душе, и ты точно такую же, но новую не хочешь. Возможно, вы думаете, что я сбрендила, но у меня реально есть такое с некоторыми вещами, например, с этой штучкой. Какое-то время постояла просто на заднем фоне, а сейчас я понимаю, что вещь-то была важная, полезная, поэтому нужно высказать ей определенную долю уважения. Я смотрю на всю эту косметику, и уже в миллион раз я задаюсь вопросом, что мне вообще с этим делать, потому что косметики реально много. Я уже на той стадии при исполнении, что это не нужно никому из моих друзей. Я уже даже устраивала свой секонд, у меня была барахолка, не знаю, если тут вообще кто-то из ребят, кто смотрит конкретно это видео, кто-то даже что-то себе покупал, и все-таки мне немножко криншится продавать, хотя с другой стороны, ну, что я с этим буду сейчас делать? Выбрасывать. Ладно, мы оказали долю уважения этой штучки, теперь пусть сушится. И пока она сушится, будем разбирать то, что лежит здесь. А еще я очень люблю покупать косметику. И здесь, вот здесь вот вообще везде, очень много косметики, которые я купила сама. Например, я подумала, решила, что мне нужна в Таиланде вот такая вот штучка-дрючка, поэтому я купила много. Да, примерно так сейчас выглядит моя рука. Это стол нахрен таки нужно, не мешает. Он реально бесполезен, он очень неудобный. Я думала, он будет классный, потому что можно, типа, вот здесь вот краситься было, а здесь хранится две вещи. По факту нет, это просто мусорный стол. А вот этим духам лет 15. Просто живите с этой информацией. Они сих пор у меня не закончились. Там, мне кажется, больше половины. Ну что, кисти высохли. Распределяем. Прошло несколько дней с момента, как я пыталась здесь убраться, но косметики стало только больше с ходом времени. Короче, снова здорово, придется сейчас все это пытаться убрать. Короче, здесь вот висит куча одежды. И, короче, эта одежда, это неудачные экземпляры, которые мне не понравились в моменте пошива моего бренда одежды. Так что здесь просто висят шмотки, которые, в принципе, нормы, типа, а не футболок, как футболка, например. Но каким-то критериям она мне не нравится для продажи, поэтому я просто сделала не кастом и буду использовать обычно домашнюю футболку. Кстати, у нас, смотрите, очень плотный материал будет. Я специально такой выбрала, чтобы футболка четко держала форму, чтобы с ней никогда ничего не случалось, и чтобы она реально круто смотрелась. Я сейчас любым стилем одежды и везде классная была. И почему-то у меня здесь лампа светится сиреневым, а здесь голубым, хотя я так не хотела. Прежде чем к чему-то приступить, давайте уберем мусор. Извини, букет, но ты все. Я предлагаю провести сортировку. Нужно, короче, как мне кажется, достать вообще все, что у меня есть, все разложить, и скорее из этого уже заниматься наполнением, потому что, знаете, вот я смотрю на это и понимаю, что я ничего с этим делать не хочу, потому что я ни хрена логики здесь не вижу и не понимаю. Что ж тут за пазаха? Ты все... Такие пазаха. О, господи, какая жесть! Да, у меня был когда-то период, когда я хотела, короче, делать себе ногти из стразиков, поэтому купила кучу стразиков, но ногти я так и не сделала. Ожидаемо. Отвертку не желаем. Так, все, это барахло, это идет в панельку. Кератан. Кстати, я не помню, рассказывала вам или нет, но эту куклу мне подарила подписчица. Она просто моя мини-копия, даже в одежде, которую я делала на одном из видео. Помните, я снимала видос про кастом? И я прям там вот эту вот шмотку сама делала. И я в таком восторге, у нее даже ногти черные обгрызанные. Ну, какая красотка, просто невероятная. Надеюсь, что я выгляжу в ваших глазах действительно не хуже, чем эта потрясающая кукла, потому что мне она нравится. Всем хай! Меня зовут Анлиса, и что я там еще говорю во время приветствия? Ну, короче, да, это мой канал, вот. Моя помойка, это я. Пока. Жесть, оно бесконечное количество килограмм весит. Да, это творчество, которое я делала сама. Это, если что, не чебурашка, это Даби. Да, Даби. Подгорелыш. Да, ситуация, конечно, какая-то такая, и это еще без учета того, что я вот там не разобрала. И, знаете, тут у меня тоже как бы не все так лучезарно, как могло бы быть. Ладно, здесь хотя бы минимальный срач на фоне всего остального, но тоже есть с чем покопаться, потому что линзы у меня абсолютно бесконечное количество. Жесть! А здесь я даже не помню, что у нас что-то было. А, лоу, класс, здесь все подряд. Знаете, что вот не уместилось куда-нибудь, в том числе шапку для парика, оно все здесь. Вау! Откровенно говоря, я до конца не понимаю, что я вообще планирую со всем этим делать, потому что я посмотрела на это, и мне стало еще страшнее, чем это было в неразобранном состоянии. А там же еще вот такие вот вещи есть. Жесть! Вот это в моей комнате арт-хаус. Знаете, я вообще думаю, что вся вот эта вот косметическая история, между прочим, часть современного искусства. Я знаю, что среди моей аудитории очень много классных творческих ребят, танцоров, косплееров и художников, которые наверняка заинтересованы искусством. У меня есть для вас идея. Ну, для того, чтобы подчеркнуть и выразить свою индивидуальность. Дебетовая карта Тинькофф Блэк теперь доступна в четырех лимитированных дизайнах от современных стрит-арт-художников. Их работы, я уверена, вы могли видеть на улицах своего города. В чем преимущество этой карты? Вечное бесплатное обслуживание. До 15% кэшбэка на 4 категории трат, которые можно выбирать каждый месяц. До 30% кэшбэка на покупки у партнеров. Их список постоянно обновляется. До 5% годовых на остаток с подпиской Тинькофф Про. Бесплатные переводы с карты на карту и по номеру телефона через СБП. Наличные также можно снимать бесплатно в банкоматах. Возможность покупать билеты в кино, театры, ну и на концерты. С кэшбэком до 30% прямо внутри приложения. Всего лишь за пару кликов. При заказе карты Тинькофф Блэк в эксклюзивном лимитированном дизайне, но правда только до 16 апреля, вы получаете не только бесплатное обслуживание. А еще стикеры в подарок. Переходите по ссылочке в описании, я вам там все оставила. Нееет, чермандер! Не, ну меня реально это все пугает пипец. Ну что ж, поехали, начнем с палеток. Для начала я просто их аккортирую в одну кучу всем, потом проверю, что в каждой из них происходит, и дальше уже будем думать. Я хочу еще каждую палетку почистить, потому что они все очень грязные, мне это прям не нравится. Они должны быть чистые и красивые, хотя бы первые два дня. Кстати, вы знали, существует такая хитрость, когда вы приходите в магазин и смотрите на тестеры, ну вот, когда вы тестируете любую косметику. То, как выглядит палетка тестера на стенде, скорее всего, так и будет выглядеть ваша палетка, если вы будете часто ее использовать, поэтому обращайте внимание, если палетка уничтожается в ноль и превращается в кусок дерьма, ну, скорее всего, у вас она при активном пользовании будет выглядеть абсолютно ровно точно так же, если вы вот так вот не делаете, как я сейчас, на повседневной основе. Бля, вы видели то, что только что произошло? Пипец, она просто вывалилась. Этот рефил просто упал. Охренеть, емаю. Причем цвет хороший был, ну ладно. Иди сюда, на мне кусок мусора. А вот это реально проблема сейчас будет, потому что как это забрать так, чтобы не превратилось все в дерьмо, у меня, естественно, не получается. Ладно, мой пылесос Дайсон, между прочим, должен справиться с этим. Девочки мечтают о Фене Дайсон, у женщины пылесос. Из вот этих вот монопалеток зеленая оказалась самая бесполезная. Она какая-то дурацкая, и цвета у нее вообще не похожи на то, что в палетке, потому что они более травянистые, ну, по крайней мере, в реальной жизни, а сама палетка выглядит более мятной и, короче, отстой. Смотрите, какие у меня красивые глиттеры есть. Это корейские глиттеры, а это от Beauty Bomb. Но мне нравится упаковка что одних, что вторых. Что ж, время собрать глиттеры. Хочу положить их в отдельную штуку. Так, еще раз делал, непонятно, с чем подъехал. Блин, так все, многое же исполнено. Ты дружище пока что тут, постой. А также еще ряд косметической продукции вот такого плана. Оооо, кринж. Теперь надо понять, что с этим совсем делать, потому что здесь еще новые подарки. Давайте распаковывать. Так, это, кстати, Клио. Они недавно зашли, взя, корейская косметика. Вот прислали мне подарок. Посмотрим, что прислали. Ой, ну это очень хорошая палетка, я ее знаю, потому что у меня буквально все подружки-кореянки, которые, ну, собственно, в Корее живут, они от нее в восторге, поэтому палетка класс. Потом вот такая вот коробочка тоже с корейской косметикой. Здесь, наверное, будут сейчас менять урупомат представлены. Боже, какое потрясающее оформление. Это просто мега-стиль. Посмотрите, какие сладкие реально малыши. Ну-ка, а что по цветам интересно? Кстати, очень приятный оттенок. Прям вот как я люблю. А второй что у нас из себя представляет? О, боже, а второй просто вот такая вот прозрачная, я так понимаю, облажняющая помадка. Вау, кстати, очень приятно. Откровенно говоря, мне очень жаль, в раз и всегда вот такие вот упаковки от косметики Swinx. Ну, блин, что мы с этими упаковками делаем? Боже, какие прекрасные цвета. Смотрите, обзор на косметику Winx. Цвета, конечно, от бога цветов. Красивый пипец. Полный комплект. Выглядит вообще хайп. Еще один дар от корейской косметики. Be my tint. Будь моим тинтом. Я согласна. Ой, какой он прикрольный. Обычно я привыкла к тому, что тинт, он очень, знаете, такой жуткий, а этот как будто бы желешко. Прикол, попробую. Не могу пока ничего сказать, но консистенция клевая. И пахнет хорошо. Я, короче, хочу сейчас отсортировать то, что мне нужно на повседневную основу. Прям вот моя самая любимая косметика на каждый день. Поэтому сейчас все это отсортирую, а потом буду думать, что делать с этим дальше, потому что я уже опять запуталась, мне опять ни хрена не хватает. Попытка убраться день номер три. Наступил новый очередной день Не обращайте внимания на мои глаза, у меня лютая аллергия Мне только что пришла высадка от золотого яблука Ничего одна И мне прислали посылку из Кореи И посылка из Кореи Весит достаточно много Ладно, давайте распакуем, посмотрим Пользуясь случаем, также вчера я нашла рассылку от Beauty Bomb Вот такое вот, поэтому вроде я что-то пыталась убрать А вроде нифига не убрала и вещей стало больше Так, интересно, что там у меня пришло И это... А, да, это же косметика Причем я заказала это себе сама Базовые под тени Потому что вчера я подумала, что у меня нет цветного глаз под тени Есть только помады, но я теперь хочу базовые, поэтому... Ну, дополнительная косметика Класс Посылочка из Кореи Распаковываем Вот тут я вообще не знаю, что там, потому что это уже какая-то рассылка Запаковали мастерски Че, коробку что ли не смогу разрывать? Сам пойми, блин! У них очень прикольная косметика была, кстати Я пробовала однажды их отбеливающие средства Они были прям топовые Вещи с ретинолом, это вообще супер Что ж, еще уходовая косметика Класс! День попытки убраться уже не помню какой Только что я снимала два макияжных видео вот там И, по-моему, мы откатились назад и вернулись туда, с чего мы начинали Поэтому попытка убраться в этом видео номер два И, несмотря на то, что я показывала цифру четыре, это два Помогите Я правда не понимаю, что с этим делать Даже абсортировать это не могу Ладно, я предлагаю убрать все лишнее То, что здесь, очевидно, быть не должно Например, что убрать из этого? Свечу Окей, давай, пряник Нет! Нет, я не отдам тебе пряник Нет, я не отдам, чтобы Тулу просто так ездила Настоящий же, например, оригинальский Тульский Прямо из Тулы Яник Предлагаю просто все, что не нужно, положить пока что в эту коробку Здесь будут помады В принципе, я думаю, что можно просто их поставить Какая красота Без понятия, что это, что это Близз для губ Пойдешь сюда Помады. Еще у меня, короче, есть тональники. Я полагаю, что многие из этих тональников, они давно просрочены. Давайте на них разберемся. Просрочка, избавимся от нее. Так. Знаете, недавно, ну, прямо сейчас я поймала себя на такой мысли, что вот есть у меня косметика 521, абсолютно легендарная. Я не знаю, мне кажется, только ленивая не посмотрела обзор на моем канале на эту косметику, потому что первая коллаборация BTS с косметосом. Когда я получила эту косметику, она стала для меня такой айконик, она стала для меня такой легендарной, что я ее не использовала, потому что я, блин, ссорилась ее использовать. Типа, я думала, блин, буду использовать для особого случая. И что в итоге? Она нахрен просрочена уже, скорее всего, и пользоваться я ей уже не буду, потому что, ну, она, честно говоря, немножко даже подванивает, я не уверена. Ну, и консистенция, смотрите, какая странная стала. То есть она прям как пластилин. И сейчас у меня как бы есть два варианта, просто выкинуть ее, чтобы она мне не мозолила глаза, потому что, ну, это уже, честно, мусор гниющий. Или просто оставить как сувенир. И я даже не знаю, что этим делать, потому что, с одной стороны, хочется ее как сувенир оставить, с другой стороны, я понимаю, что это просто хлам, и, наверное, от хлама есть смысл избавляться. Мораль, короче, какова? Мораль такова, если у тебя что-то есть, ты хочешь использовать, не жди особого случая, его все равно не будет, никогда. Я ее реально не использовала, я снимала только видос, и, может быть, пару раз еще видос снимала. Все остальное время я бережно относилась, и в итоге что? Не, я не уверена, что я не хочу этого образа, честно, ладно. Я просто оставлю ее в сторонке, она постоит здесь. Какого на вашу погоду? Блин, по-моему, 19-го или 18-го, а сейчас 23-й. Ну, учитывая, что тональные средства, я думаю, что все-таки да, наверное. Хотя хз, блин, я не знаю, это слишком сложно. Ставь калпачки, собери с них башенку. Оно не собирается. Это башенка BTS. Это не про... О, смотри, оно треснуло еще. Я тут даже, кстати, не... О, какого хрена, я первый раз вижу, что потрескалось. Причем, качество-то отличное. Да, да прости. Ладно, я приняла решение. Господи, пожалуйста, умоляю, не осуждайте меня. Лиса, как ты могла! У меня реально слезы на глазах, вы не думайте. Подтверждаю. Мне кажется, я из души выбрасываю, но я понимаю, что... Я из души выбрасываю. Достаточно грустно? Ну, будто ты просто чуешь. Это мусорка. Это была моя ошибка. В этом только моя вина. Ладно, пользуюсь случаем. Эти штуки тоже у меня мега давно существуют. Вот эти вот. Это я тоже все выброшу. Что, я косметику себе новую не куплю? Что, блядь, за тяги? Пархатные тяги? Что, за пархатные тяги? Такие, ребята. Что, блядь? Эйвил. 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 Я весьма заинтересована в том, чтобы покинуть косметоз. Это никогда. А еще этого палетка. Палетка теней. Восемь цветок. Посмотрим, что прислали. О, славно. Я так взяла, как бархатная тяга. А оно, смотрите, красивое какое. Окей, ладно, дополнительная палетка. Класс! Мне, конечно же, мало баз для теней, поэтому я решила, что мне нужно больше. Заказала вот новые какие-то. Как раз тоже недавно пришли. Отлично! Штука с базами готова. Убираем. Анечка, постой здесь. Я думаю, у тебя тут не хуже будет. Прекрасно. Дело уже лучше. Блин, ну вот это выглядит просто приятно. Я не знаю, какой смысл это вообще выбрасывать, потому что это такое красивое. Пусть просто стоит, радует меня. Правильно же? Правильно. Ты сдалась перед BTS. Вот эти слишком хорошо. Их точно выбрасывать не надо. Посмотри, что он делает. Ну, блин, ребят, просто посмотрите, что вот он творит. Чайлдик. Почему? Здесь такая грубая, что ты сделал. Он играл с боди-артом и вытащил его. О, нет. Нельзя. Нельзя это использовать. Что за ряги? Что за бархатые ряги? Такие ряги. Там уже местечко нету. Пойдем сюда поставим. Те палетки, которые есть, попробуем куда-нибудь разместить. Смотри, мы почти все разобрали. Ну, это тебе-то кажется. Ну, по сравнению с тем, что мы надеялись. Класс, влезла. Я рада. Так вот постоит. Никуда не влезет. Тоже так постоит. Не знаю, тоже никуда, наверное, не влезет. Сейчас разберемся. В принципе, и они могут вот аточки стоять, на самом деле. Полежать даже. Это не та палетка. Блин, я забыла, что у нас еще есть стол, на котором куча просто всего. Ужас. Так, сюда все боди-арты идут. Ты иди. И глиттеры. Здесь были туши. Кстати, скорее всего, вот эта вот тушь уже точно умерла. И вот эта умерла, потому что они старые, а то умерла. А это что такое вообще? Помойка. О, господи, тут еще линза, с которыми придется разбираться. Ай, ужасно. Ладно, предлагаю начать. Ну, как начать? Продолжить это видео с того, что разбираться с каким-то центром. Потому что невозможно. Просто невозможно. Вот, Чайлд уже начал атаку. Перемены мест влагаемых, сумма не меняется. Смотрите на этого шкодника. Все-таки я считаю, что раз в год убираться абсолютно можно. Можно себе позволить. Али оп, али оп, али оп. Наконец-то мы перешли к моему любимому разделу. Потому что здесь буквально моя любимая косметика, которую я чаще всего использую. Здесь у меня всякие тональненькие консилеры. Здесь у меня средства для бровей. Салфетки тоже мне понадобятся. Они будут здесь. Здесь будут палетки теней. Салфетки здесь теней. То это тоже идет сюда. Некая форма, в которую я положу просто раминные вещи, которые я часто использую. Места категорически не хватает. Несмотря на то, что уже бог знает какой факт косметики я бы кинула. Просто жесть. Реально места не хватает. Здесь у меня лежат мои штуки всякие разные. Полезные для волос. И свеча. Я сказала полезные для волос. Они вываливающиеся непонятно откуда. Сорка. Намытила. Ты манга. Смотрите, насколько это сгнило. Здесь столько косметики. Я просто офигеваю. Чипсы идут туда же. Здесь у меня раздел с ресницами. Но ресницы я уже умудрилась убрать в какой-то момент. То есть я это делала не на камеру, а может и на камеру. Но я уже не помню, потому что я слишком давно это делала. А вот второй раздел у меня с линзами. И линз у меня правда много. Но, как видите, здесь тоже относительная частота, поэтому нужно разобраться только вот с этой пачкой. Мне очень нравятся вот такие вот тройные упаковки, потому что очень удобно получается. Смотрите, я сразу по цвету получается, что все сортирую. И это прям очень удобно. Типа здесь у меня вот лежат сиреневые линзы. Сразу прям кайфово видно, что есть что. Здесь у меня черные линзы лежат и всякие такие странные. А это у меня, короче, однодневные линзы из Кореи. Я их безумно люблю, потому что они супер-мега вообще лучшие. О, кстати говоря, по-моему, у меня должно быть одна или две свободных вот таких вот крышки. Я сразу туда запихну пауэр. Ой, 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 не падай, не падай, не падай. Вот так, раз. Давай. Очень много разных линз. Я все свои линзы очень сильно люблю. Но самые мои любимые, конечно, красные. То, как я люблю красные линзы, вообще не описать ничем. Жаль, у меня упаковок мало. Я бы сейчас еще новую пару красных линз пересыпала. Но фиг, забыла вот эти убрать. Так, осталось убрать мусор. Вещи, которые явно не отсюда. И дары. В общем, впервые за годом, может быть, даже больше, я убралась. Такие дела. Встретимся в этой рубрике в следующем году, наверное. Встретимся. Три. 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 Продолжение следует...